Похоже, что импортозамещение добралось и до автомобильных новостей. Потому что единственной интересной новинкой с той стороны границы на минувшей неделе был обновлённый кроссовер BMW X7. А главными ньюсмейкерами, то есть вести-производителями, оказались российские. АвтоВАЗ ищет замену импортным деталям и параллельно, чтобы не простаивали конвейеры, готовят упрощённые модели. Москва подтвердила курс на электрификацию автобусов и русификацию эвакуаторов. А это означает загрузку газа и КАМАЗа. А вообще, интересную выставку достижений отечественного автопрома, в буквальном смысле, мы увидели на ВДНХ. АвтоВАЗ из-за логистических проблем и санкций всеми силами пытается достичь стопроцентной локализации своих моделей. В этом деле автогиганту поможет Минпромторг, готовый временно ослабить требования по экологии и безопасности автомобилей. Первой моделью марки Lada, которая лишится антиблокировочной системы и подушек безопасности, станет Гранта. Как сообщает портал Дром, в производство такие машины пойдут не раньше июня. В июле упрощённую версию получит классическая Нива Ледженд. Новые модификации будут соответствовать второму экологическому классу. Или, проще говоря, нормам Евро-2. Это позволит поставить другой блок управления двигателем, удалить второй датчик кислорода, но пока неизвестно, сохранится ли каталитический нейтрализатор. Впрочем, в нынешней ситуации вазовские специалисты по закупкам пытаются заместить европейские компоненты азиатскими, а также рассматривают поставки деталей через другие, независимые от санкций юрисдикции. Для Lada Vesta ободранная, как говорят вазовцы, комплектация не планируется. Ведь даже при удалении электроники и эйрбегов до 100% локализации вазовскому флагману далеко. И всё же антисанкционную версию Vesta автоваз готовит. Такие машины получат новый 90-сильный 8-клапанник. Это удачный агрегат, который прошлой весной уже примерили Largus и Granta. Несмотря на скромную отдачу, мотор отличается почти дизельной тягой на низких оборотах. Другие плюсы — небольшая масса и глубокая локализация. При этом на испытаниях при разгоне до 60 км в час восьмиклапанная Granta совершенно не уступает 16-клапанной, а в спорте до сотни проигрывает лишь около секунды. Кроме того, восьмиклапанник удешевляет автомобиль. По российским законам за двигатели слабее 90 сил производитель не платит ничего, а вот за более мощные — акциз по 53 рубля за каждую лошадиную силу. И так с каждого собранного агрегата. В общем, даже в Vesta 90-сильный двигатель должен прийтись в пору. Как сообщает портал DROM, базовое исполнение будет отличаться рестайлинговой внешностью, но интерьером старого образца. Выпускать такие машины ориентировочно начнут в сентябре. Не каждый знает, но среди сборочных площадок, где выпускаются лады, есть завод в Джизакской области Узбекистана. Там методом крупноузловой сборки делают Vesta, Largus, а также X-Ray. Объём производства невелик. В прошлом году узбекский рынок принял лишь около шести сотен автомобилей, но план этого года уже 4,5 тысячи единиц. При таких скромных показателей АвтоВАЗ вдруг запланировал внедрение полного цикла. При этом, помимо сварки и окраски кузовов, российский автогигант всерьёз рассчитывает наладить локальный выпуск комплектующих. Конечно, есть вероятность, что АвтоВАЗ подобным образом подыскивает нейтральную страну, чтобы обходить санкции. Но даже если такие предположения верны, вслух об этом никто никогда не скажет. Между тем, в Тольятти продолжает кипеть работа над будущими новинками. Но эта новость потребует длинного предисловия. По слухам, бывший шеф-дизайнер Стив Маттин оставил Марку Ладо после того, как новый глава группы Рено Лука де Мео раскритиковал дизайн будущей Нивы. Дескать, большому боссу не понравились вездесущие маттиновские иксы, которые к тому же удорожают штамповку боковин кузова. Сейчас образ Нивы 3 действительно переделывают под руководством Жана Филиппа Солара. Соответственно, новому шефу предстоит придумать для отечественного бренда свежую дизайнерскую концепцию. Тем удивительнее, что модель класса Б, которую заводчане именуют Грантой 2, сохранит х-образные выштамповки на боковинах. Об этом говорит пока единственная шпионская фотография, опубликованная пабликом Автоград Ньюс. Видимо, кузовные штампы были сделаны до ухода Стива Маттина. Это лишь предположение. А факты таковы. Новинка получит платформу, и каркас кузова от Логана третьего поколения. Но моторы, салон и внешность будут оригинальными. Впрочем, если Рено решит покинуть Россию, судьба почти реализованного проекта повиснет на волоске. Ведь премьера готовой машины была запланирована уже на 23-й год. С мировыми премьерами в последние недели была напряжёнка. Так что выход обновлённого BMW X7 оказался глотком свежего воздуха. Тем более, что рестайлинг вышел масштабным. Скоро такую внешность заимеют все, без исключения старшие модели поварского бренда. Фанатов марки ждут острые грани, большие ноздри и двухэтажная оптика, где фары закрыты тёмными рассеивателями. Верхние светодиодные полоски — всего лишь ходовые огни. Для пущего эффекта светодиодное обрамление также получила решётка радиатора. Правда, такой декор — не стандартное оборудование, а платная опция. Задний бампер оставлен прежним, а вот фонари заметно изменились, обзаведясь изящными секциями и трёхмерным рисунком. В салоне главным преобразованием оказалась радикально перекроенная передняя панель. Её венчает огромный телевизор, составленный из двух больших экранов — приборного и медиасистемы. По последней моде дисплеи не стали накрывать козырьком. Другое последствие интерьерной революции — отказ от привычного блока управления микроклиматом, вместо которого осталась только парочка горячих клавиш. В плане техники тоже хватает сюрпризов. Например, трёхлитровая рядная турбошестёрка примерила новые системы впрыска и зажигания, а также улучшенный механизм газораспределения. В итоге мощность разом выросла на полсотни сил. На смену топовой версии M50i пришла M60i, которая вообще ничем кроме шильдика не отличается от предшественницы. Разве что ко всем машинам теперь прилагается новый 48-вольтовый стартер-генератор. Серию такой BMW X7 пойдёт не раньше августа. Переходим к большим машинам. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил депо электротранспорта «Солнцево», где осмотрел сотый поезд метро нового поколения «Москва-2020» и встретился с руководителями компаний из сферы транспортного машиностроения. Напомним, что некоторое время назад столица полностью отказалась от закупки автобусов с двигателями внутреннего сгорания, сделав ставку на дорогие, но экологичные электрические машины. Как оказалось, в новых реалиях от этой концепции город отказываться не планирует. Мы программы ни одну не останавливаем, продолжаем развивать эти виды транспорта. И у нас впереди несколько глобальных проектов, которые должны быть реализованы в ближайшие годы. Будем продолжать наращивать объёмы поставок электробусов. В последние годы тендеры на поставку электробусов обычно выигрывал КАМАЗ. Солнцево-челнинский автогигант привёз одиночную и сочленённую версии своих батарейных машин. А вот группа ГАЗ показала столичному главе перспективный электробус большого класса ИСИТИМАКС-12, способный перевозить до 85 пассажиров. Кроме того, высокому руководству на всякий случай продемонстрировали и другие новинки марки ГАЗ. Пассажирский Валдай создан из одноимённого бескапотника. У него несущий кузов, пневмоподвеска сзади и полностью низкопольная компоновка. СИТИМАКС-9 — тоже низкопольный, но более вместительный. И хотя Москву вроде бы не интересует техника, оборудованная ДВС, в рукаве газовцев есть любопытный козырь — моторы ЯМЗ вскоре хотят перевезти на водород. Кстати, знаменитые «зелёные крокодилы», как принято называть столичные эвакуаторы, очевидно, вскоре сменят марку. Ведь немецкий МАН не только остановил отгрузку машин российским клиентам, но даже прекратил поставки запасных частей. Замену европейской технике предложил Горьковский автозавод. Бескапотный Валдай НЕКСТ грузоподъёмностью 4 тонны оснастили соответствующей надстройкой, поэтому грузовик сможет без проблем эвакуировать легковые автомобили-нарушителей. В основе машины лежит шасси газона, а кабину предоставил ФОТОН. Под ней скрывается газелевский турбодизель КАМИНС. Но так как его сборкой занимается китайский завод, в случае санкций этот агрегат можно ввозить под маркой Хуадун. В свою очередь КАМАЗ предложит Москве новейший компас. У него больше грузоподъёмность — сразу 6 тонн, но выше цена и хуже манёвренность. Так что теоретически Москва может закупить и компасы, и Валдаи. В Москве на ВДНХ по случаю Дня единения народов Беларуси и России прошла довольно необычная выставка передовых высокотехнологичных образцов продукции машиностроительного комплекса. Автоплюс рассмотрел любопытные экспонаты и готов рассказать о достижениях народного хозяйства. «Чтобы самосвалы марки БелАЗ выставлялись в Москве, такого не было с 1984 года. Ведь в чём сложность? Сначала машину нужно собрать, обкатать на заводе, потом разобрать, довезти на место выставки, здесь собрать обратно, а потом ещё раз разобрать и отправить уже конечному покупателю». Причём на выставку БелАЗовцы привезли самые компактные модели из своего ассортимента. Например, самосвал 7540S. В его 15-кубовый кузов можно загрузить 30 тонн породы. Ещё совсем недавно считалось, что такие 30-тонные малыши должны уступить место обычным самосвалам, но повышенной грузоподъёмности. Но теперь в условиях санкций, когда для нас стали недоступны ни Scania, ни MAN, ни Volvo, мы понимаем, что, в общем, на такой технике теперь и будут работать российские карьеры. Эта машина конкретно интересна тем, что её двигатель может питаться природным газом метаном. Причём, в зависимости от того, какие баллоны установлены, это может быть либо сжатый, либо сжиженный газ. Но больше интерес публики вызвал 55-тонный самосвал. 42 тонны собственной массы, грузоподъёмность 55 тонн. И при этом эта штука очень хорошо импортозамещена, ведь в движение её приводят 12 ярославских цилиндров. Грузовики поменьше выставил Минский автозавод. И если КАМАЗ делает упор на упрощённые модели, то у МАЗа есть возможность массово выпускать более современные автомобили. А вот белорусы готовы к санкциям гораздо лучше. У них есть несколько вариантов кабин, их несколько поколений и, более того, огромное количество локализованных агрегатов. Например, двигатель белорусы делают на заводе под Минском. Там же, в соседнем корпусе, делаются и коробки передач. Во всём этом деле, конечно же, помогают китайцы. А вот мосты белорусы делают сами. Причём, что передние, что ведущие. Представленный в 2019 году автобус МАЗ-303 продолжает удивлять публику эффектным дизайном. Это третье поколение пассажирских машин, буквально напичканное современными агрегатами и передовыми решениями. В 303 МАЗе достаточно много импортных комплектующих. Но есть 203, то есть представитель прошлого поколения. И он считается полностью импортозамещённым. Двигатель, коробка, мосты — белорусы всё это могут делать сами. Более того, такие импортозамещённые машины будут вовсю поставляться в Россию. В частности, в Санкт-Петербург, где трудится огромная флотилия МАЗов. Пока дети старались взобраться на карьерные белазы, что, кстати, не воспрещалось, а даже поощрялось, публика постарше предпочитала фотографироваться возле раллийного камеона команды КАМАЗ-Мастер. Кстати, на ВДНХ стоял представитель прошлого поколения гоночных КАМАЗов — с кабиной КА-3. И это символично. Ведь, несмотря на рост популярности более свежих семейств К4 и К5, основой гаммы КАМАЗа остались машины с классическими кабинами. И в новых условиях семейство КА-3 уйдёт на покой ещё не скоро. КАМАЗ 5490 первым покинет гамму марки КАМАЗ. А всё почему? Потому что в нём много импортных комплектующих, которые теперь стали санкционными. Да, тягачи с кабиной Мерседеса Аксор были самой популярной моделью КАМАЗа. Их должны были выпускать до 2024 года. Ну а теперь К4 снимут с производства уже к концу нынешнего года. Причём навсегда. А вот главный КАМАЗовский долгострой — семейство К5 — возьмёт вынужденный отпуск, но затем обязательно вернётся. Главная гордость российского грузового автопрома КАМАЗ 54901 сейчас встал на паузу. Предполагается, что заместить импортные детали удастся примерно к первому кварталу следующего — 2023 года. В рамках импортозамещения придётся локализовать и панели кабин, и детали двигателей. Сейчас 83% деталей для рядных шестицилиндровых моторов делали российские поставщики, но 17%, а это 69 номинований, закупалось за рубежом. Среди этих позиций есть основополагающие — распредвалы, трубокомпрессоры, система впрыска. Отливку блоков цилиндров уже освоил сам КАМАЗ. Но это лишь вершина айсберга. Санкции, исключающие использование европейских компонентов, оказались жёсткими. Вместо робота CF придётся ставить механическую коробку передач. Возможно, китайскую Fast Gear, которая делает МАЗ. Выпуск передних 9-тонных осей налажен своими силами, а вот чем заменить 13-тонный задний мост Daimler — пока не ясно. Кажется, что даже освоение средне-тоннажного семейства КОМПАС для КАМАЗа пройдёт легче. В прошлом году на высокий КОМТРАНС мы удивлялись. А как же можно взять китайский грузовик марки JAK, наклеить на него эмблему КАМАЗ и продавать, собственно, под маркой КАМАЗ? Теперь это не вызывает никакого удивления. Потому что китайцы точно не оставят своего российского партнёра без машинокомплектов. А в процессе локализации и бескапотного семейства будут участвовать все. Даже, как говорят источники, белорусский МАЗ.